Девушки отдыхают 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 Продолжение следует... 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 Ну пошла. Не приближайся. Нечего тебе здесь делать, Ватгерн. Зачем вам столько коней? Собираетесь устроить атаку легкой кавалерии прямо на лагерь Родовида? Нам нужно раненых перевозить. Ага. Должно быть, окрестные селяне запросили за них слишком много. Если бы у нас хватало денег купить коней, мы бы не голодали. Одна из этих лошадей вернется к хозяину. Ты так уверен? Что же ты, перебьешь остатки нашего отряда ради одной старой кобылы? Отдайте ее по-хорошему. Одного коня можешь взять. Если у тебя на наш заказ, ты просто подожди немного. Мы сами сдохнем. Да-да-да-да. За это я тебя убью. Элайн Дейре. Я за тобой наблюдаю. Как дела, ребята? Эй! Война. Война все меняет. Деньги в день. Только которое-то было. А может и без разницы. Быстро же вы убрали, лис. Ну что там, господин? Это твоя кобыла? Она самая. Я бы ее всюду узнал. Ну, попрыгушка, теперь-то ты долго будешь объясняться. Где ж ты шлялась, а? А вот и вам, господин. Как договаривались. Благодарю. Прощай. Давай. Шевелись, платва. КОНЕЦ Теперь помедленнее. Продолжение следует... 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 Я его знаю! Это он поубивал земерских ребят в Белом Саду! Тише, женщина! Мы на концерт пришли! Убийца? Война идет, вот люди и умирают. Идите, спорьте в другое место. Опять одни дрязки! Оговорили, это престольное заведение! Насколько я знаю Герарта, он скорее спасет чью-то жопу, подставляя свою шею! Да кого он спасет? Он же убийца! Золтан, спокойно. Выход там, снаружи разбирайтесь. Пойдем. Дайте мне послушать музыку! Культурная столица, сука! Давай я тебя представлю. Присцил, известная как Цираночка. Столь же прекрасна, сколь талантлива. А это... Геральт из Ривии, я знаю. Лютик много о тебе рассказывал. Я с удовольствием слушала. Не удивляйся, ведь это такой благодарный сюжет для песни. Ведьмак, влюбленный в чародейку. Или, следует сказать, в чародей. Вижу, Лютик все подробнейшим образом рассказал. Может, в таком случае он намекал, где искать его самого? Очень забавно, правда. Ну, до свидания. Не туда. Давайте за мной. Для всех этих предосторожностей есть причина? Вполне уважительная. Когда я в последний раз видела Лютика, он сказал, что планирует налет на казну Сиги Ройвина. Ой, мотыляж за ногу! И больше я его не видела. Лютик и налет на казну? Я бы меньше удивился, если бы он дал обет воздержания. Правда? Он как-то забыл заплатить за вино в Пассифлоре. Только три дня потом уснуть не мог. Нервничал. Что ему вступило? Он влип в долги? Он говорил, что должен кому-то помочь. Дело, не терпящее отлагательств. Но имен не называл? Нет. Но зная Лютика, речь скорее шла о ней. Наверняка стройная и с обширным бюстом. Ройвин? Ройвин? А это кто? Высокий, толстый, опасный хер. Хромает на левую ногу. Хромой скальный тролль? Если бы тролли были чертовски сообразительными и имели криминальный талант, тогда, пожалуй, да. Надо полагать, налет не удался. Ну, он не вернулся сюда в золотой карете, обвешанной драгоценностями. Я спрашивала о нем в городе, но все как воды в рот набрали. Слышала только, что он устроил какой-то скандал в резиденции ублюдка младшего, и что ублюдковые люди гнали потом Лютика через весь город. Ублюдок младший. Что-то не знаю такого. Самый большой хрен в Новиграде. Не буквально, а в смысле... Ага, я так и понял. А тебе-то он что сделал? Он засел в печенках уже у всего города. Это один из тех четырех, которые ворочают нашим преступным миром. Вместе, собственно, с Сиги Ройвином, Карлом Ворезой и королем нищих. Неплохой номер. Хорошо еще, что Лютик перед церковью не задирался. А то тогда бы началось. И снова я должен спасать Лютика, а? Может, к нему наняться, жалования за это получать? Знаешь, ему сейчас не до смеха. И мне, в общем, тоже. Спокойно, я его вытащу. Но сперва поговорю с этим ублюдком и с Сиги Ройвином. Где их найти? Ублюдка не знаю, а у Ройвина собственные бани. А только смотри, это опасный тип. Я тоже. А вот Лютик нет. Поэтому прошу тебя, поторопись. И дай мне знать, как что-нибудь выяснишь. Похоже, мне здесь делать нечего. Я в шалфей. Накормлю кусью и буду ждать. А ну как, Лютик сам вернется. Будьте здоровы. А ну... А ну... А ну... А ну... Геральт, как ты познакомилась с Лютиком? На поэтическом турнире в Эландере. Конечно, я и раньше слышала о мастере Лютики. И, разумеется, сперва он показался мне надутым самовлюбленным фанфароном. Только сперва? Я изменила мнение, когда он подошел меня поздравить. Я не думала, что он будет так любезен после поражения. Лютик может раздражать. Но бывают минуты, когда я понимаю, что он умеет быть честным и благородным. Если бы не это, я бы с ним, наверное, не выдержала. Понимаю. До свидания. Ты меня подпоить хочешь? Никуда вы так спешите? Я слышал о тебе. Только, конечно. Какilton. Спасибо. Продолжение следует... 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 Спокойно, Тесак Ублюдок младший выходит из игры Мой секретарь все вам напишет Нет у тебя, секретаря А младшего мы уберем Только когда все будут за Ройган, твой гость А хера ты его впустил? Я хотел с ним поговорить Это Геральт из Ривии Рад снова тебя видеть А я, сука, один не в курсе Ты кто еще такой? Пусть наш хозяин обо мне расскажет Это ведьмак Тот самый, что сперва предотвратил Покушение на Фольтеста А потом убил этого достославного короля Якобы я не убивал Фольтеста Здравствуй, Дикстра, Ройвин Или как прикажешь тебя называть Последнюю нашу встречу Геральт меня здорово побил И сломал мне ногу Интересно, с чем он пришел сейчас У вас гости? Кто-то вломился в бане Несколько людей Что этот провидец хренов несет? Аааа! Убийцы! Пожалуйста, не надо! Твою мать! Я как знал! Оружие это есть? Найдется С голой жопой я еще не бился. Ну давай. Нехорошо. Ну что ж, как угодно. Хорошая работа. Прошу прощения за инцидент. Охрана подвела. Я непременно сделаю из этого выводы. Это люди ублюдка. Делай пока выводы из этого. Не начинай, особенно при гостях. Он пришел за минуту до нападения. Случайность? Я так не думаю. Пусть он сам все объяснит. Ты не представишь меня своим знакомым? Хорошо, здесь нет Гапена. Ох, он бы отругал меня за скверные манеры. Франциско Бедлама ты знаешь. Впрочем, кто не слышал об этом меценате и покровителе мелких предпринимателей? Краснолюд это Карл Вореза по прозвищу Тесак. Он больше по части развлечений. Я ищу ублюдка младшего. Интересно, чего ты от него хочешь? Ублюдок младший поможет мне кое-кого найти. За всю свою никчемную жизнь ублюдок еще никому не помог. А я его хорошенько попрошу. Слышал, Тесак, если бы ты не называл его мудозвоном, а просто хорошенько попросил, может, он и пришел бы навстречу. Вашу мать, господа, вас что, благодушие обуяло? Ублюдок хочет нас убить и сделает это рано или поздно. Значит, мы должны убить его первыми. Так что сидите тут и пускайте пузыри под водой. А я пойду, вышлю молодцов по всем точкам ублюдка. Пусть поднимут шухер и выкурят паршивца. А ты, как там тебя? Если хочешь найти ублюдка, приходи ко мне. Есть мысли, где искать ублюдка младшего? Буду признателен за любую подсказку. Сиги. Давай попробуем. Геральт умеет искать людей, и он не болтлив, что само по себе ценно. В таком случае я вас оставляю. Я зайду завтра. Закончим разговор. Так что, может, оденемся? Неплохая мысль. А потом поговорим. Приватно. Что было, то было. Но хорошо встретить старого друга, благодаря которому я так часто принимаю в ванны. Если благодаря мне ты становишься чище, значит, стоило тебе ломать эту ногу. Представляешь, она скверно срослась. Теперь я отмачиваю ее в горячей воде по крайней мере по шесть раз в день. Иначе она гудит, как колокола в букляре на рассвете. Я сделал это не без причины. Если бы ты не переходил мне дорогу, нога у тебя была бы цела. Понимаю. Клянусь, если бы я мог повернуть время вспять, то вел бы себя на Таннеди иначе. Например, приказал бы моим людям тебя убить, а не связывать. Слушай ты, Ровен, точнее Дикстра, потому что у меня нет настроения играть в псевдонимы и разные шпионские игры. Я пришел по конкретному делу. Если хочешь меня выслушать, выслушай. А если нет, избавь меня от своих блестящих реплик и просто вышвырни за дверь. Да говори, мне не жалко. Думаешь, Тисак найдет ублюдка? Может и найдет. Только спалит при этом полгорода, а это нам ни к чему. Не связывайся с ним, действуй сам. Что ты предлагаешь? Пройдись по всем местам в сфере влияния ублюдка. Осмотрись. Но только аккуратно. Не вламывайся с полными штанами гнева. Не круши, не убивай. А твои партнеры знают о твоем прошлом? Они знают, что на самом деле тебя зовут Сигизмунд Дикстра и что ты был главой риданской разведки. Если бы я вместе с Тисаком, Бедламом и ублюдком построил мельницу и молол муку для окрестных христиан, тогда бы мы были партнерами. А то, что нам приходится договариваться, еще не делает из нас партнеров. Знают ли они, кем я был? Бедлам наверняка. Остальные, думаю, догадываются. Мы это не обсуждаем. Почему ты и Бедлам не хотите войны с ублюдком младшим? Я всегда говорил королю Визимиру, что война никаких проблем не решает. Она лишь порождает проблемы, которые затем приходится решать иными средствами. За начинаниями ублюдка кто-то стоит. Я не хочу его убивать, пока не пойму, кто. Может, действительно стоит поспрашивать в городе? Даже если младший сидит в укрытии, деньги-то ему приносят. Ублюдок получает доходы главным образом от азартных игр. Он контролирует самое большое казино в городе. Помню иерарх Хемельфарт. Проиграл там когда-то перстень с рубином. И такой разразился скандал. Есть еще арена в городских подземельях. Доход составок куда меньше, чем с казино. Зато там всегда нужны охранники. Еще можешь заглянуть в дом ублюдка. Вряд ли ты застанешь его самого, но вдруг найдешь что-нибудь интересное. Ты говорил, у ублюдка есть дом в городе? Вполне солидная недвижимость. Сразу за мостом на Храмовый остров. Только ублюдок не дурак, чтобы там отсиживаться. Так где эта арена? В каналах, под Золотым кварталом. Но вход туда из кварталов бедноты, в обрезках. Ублюдок обожает добрую драку. Думаю, он с радостью поглядит на ведьмака в действии. Где находится казино? Недалеко от башен городской стражи. Официально ублюдок не имеет с казино ничего общего. Так что следи за тем, что говоришь, чтобы не вызывать подозрений. Я попробую найти ублюдка младшего в казино или на арене. И, пожалуй, все-таки поговорю с тесаком. Делай, что хочешь, только будь осторожен. Ублюдок ждет ответного удара. В этом я не сомневаюсь. Спасибо за помощь, Дикстра. Ну иди уже, ведьмак. А, да. Если ублюдка так и не найдешь, возвращайся. Я отлично знаю эту каналью. Может, что придумаю. От шпиона до преступника. Интересный путь. На самом деле это одно и то же. Работа с информаторами, переговоры, подкупы. Иногда заказные убийства. Старые трюки. Да, но когда-то ты делал все это во имя идеи. А сейчас? А сейчас я решил, что хватит служить идеологии. Пора работать на себя. И пока что у меня неплохо получается. Ты общаешься с Родовидом? Я вижу, шутки тебе удаются. Нет. Я с ним не общаюсь и надеюсь, что не буду. Он не простил тебе заговора с Филиппой Эльхард? Родовид не прощает. Никому и никогда. А уж особенно чародейкам из ложи. А что с Филиппой Эльхард? Есть какие-то новости? Только хорошие. А именно? После того, как Родовид выколол ей глаза, она исчезла. Если все сложилось к лучшему, то она уже принимает земляные ванны. Я думал, вы были близки. Были. А потом Филиппа подослала ко мне убийц. Слушай, может ты знаешь, что стало с Лютиком? То же, что с каждым, кто перейдет к младшему дорогу. То есть? Сидит в окружении гурий, а они кормят его пирожками с соловьиными язычками и поят молодым вином. Вот. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok